Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей в студии Дарья Шадрина. Крупный пожар этой ночью тушили омские спасатели. На 2-й Островской горели сразу два дома и находящиеся рядом постройки. На место ЧП отправили почти сотню спасателей и 17 спецмашин. Огонь мог перекинуться на находящиеся рядом здания, но пожарным меньше, чем за час удалось локализовать пламя. В 2 часа 39 минут было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. И к другим темам. Омским девятиклассникам разрешили не сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене. В этом году ребята напишут только русский и математику. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. ОГЭ – это самый массовый экзамен. В отличие от ЕГЭ, его сдают гораздо большее количество школьников. Так что отмена предметов по выбору позволит сократить количество пунктов проведения аттестации и дни испытаний. Что касается единого госэкзамена, он пройдет в очном формате. Однако сроки его проведения могут скорректировать. Пока основная волна сдачи назначена на 8 июня. Тем временем омских школьников обеспечат продуктовыми наборами. Их получат те, кому полагается бесплатное горячее питание. Это ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей. Соответствующее распоряжение подписала мэр Оксана Фадина. В набор входит чай, мука, крупы, макароны, подсолнечное масло, бокалейные изделия и сахар. Помощь получат почти 16 тысяч омских школьников. Доставкой займутся волонтеры и сотрудники департамента образования. На дом приносят провизию и пенсионерам больше 2,5 тысяч социальных работников. Ежедневно доставляют пожилым продукты и необходимые медикаменты. Услуга бесплатная. Воспользоваться могут все мячи старше 65 лет. Заявки принимают по горячей линии, которую на период самоизоляции специально организовали во всех социальных центрах региона. Всего их 38. Работники также напоминают пенсионеров праве потребовать у сотрудника удостоверения и уточнить данные в комплексном центре по месту жительства. Это необходимо, чтобы не стать жертвой мошенников. В период пандемии волонтерами стали известные мячи к региональному штабу добровольцев. Уже присоединились бизнесмены, топовые спортсмены, а также артисты. Они доставляют продукты и товары первой необходимости. Темное, свои личные авто превратили в социальное такси. Активно по заявкам работает актер Егор Уланов. За помощью к нему обращаются даже жители других городов, которые пока не могут навестить своих пожилых родственников в Омске. Одной бабушке мы доставляли продукты, но заказал их сын, который живет в другом городе. То есть он составил список гостей, с ней позвонил в штаб, заказал. Я хочу сказать, что люди очень благодарны, люди доверяют. То есть они видят наши опознавательные знаки, они видят, что мы в масках, перчатках. Естественно, каждый хочет пригласить гостей, но мы не заходим, потому что нельзя. Количество мечей, болеющих коронавирусом, уменьшилось. Первых выздоровевших семью из трех человек, которые подхватили инфекцию в Арабских Эмиратах, накануне выписали из больницы. Результаты контрольных тестов показали пациенты здоровы. Под наблюдением врачей в Омске остается 12 человек, новых заболевших нет. На домашние самоизоляции 1 995 мечей с учета сняли уже 8 125 человек. Что касается данных в целом по стране, то 9 апреля выявлено почти полторы тысячи новых случаев. В пятерке лидеров Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Брянск и Коми. В списке зараженных COVID-19 10 131 человек. Кашель не только сухой, а дышка и утомляемость в Минздраве назвали основные симптомы коронавируса и вероятность их проявления. Итак, в 90% случаев COVID-19 сопровождается высокой температурой. На 10% меньше пациентов жалуются на кашель сухой или с небольшим количеством мокроты. Также среди наиболее часто встречающихся симптомов – отдышка и утомляемость. Не основные признаки – заложенность в грудной клетке, боль в горле, насморк, потеря обоняния и вкуса, а также признаки конъюнктивита. Болезнь может проявляться как ОРВИ, пневмония, в тяжелых случаях – сепсис. У третьих пациентов отмечается снижение в крови кислорода. Уточнили в Минздраве и длительность инкубационного периода вируса. Он, как правило, 5-7 дней. Между тем, Омск вошел в пятерку самых дисциплинированных городов России по самоизоляции. Рейтинг составил один из интернет-сервисов. Запреты на выход из дома соблюдают большая часть мячей. Наш город получил оценку 3,6 балла и оказался на пятой стручке рейтинга. Дисциплинирование лишь жителей Пермей, Нижнего Новгорода, Уфы и Воронежа. А сейчас время хороших новостей. Спонсор рубрики «Сеть магазинов у дома» Тюкалиночка и П. Сорокина Оксана Владимировна. Мячей ждут теплые выходные. Нарасти столбики термометров начнут уже сегодня. Днем воздух прогреется до плюс 8. А вот уже завтра синоптики прогнозируют до плюс 15. Без осадков, но с небольшим ветром. Так что погода будет весьма комфортной. Тепло будет и на следующей неделе. Вначале возможны небольшие дожди, но потом выглянет солнце. А если верить долгосрочным прогнозам, то на следующих выходных в регионе становится почти летняя погода до плюс 20. Магазины у дома Тюкалиночка и молочные продукты от маслосыркомбината Тюкалинский. Ежедневно свежие продукты для поддержки иммунитета. Молоко, творог, сметана, масло, сыр, кисломолочные продукты, хлеб, десерты, морсы. Собственное производство, оптимальная покупка. Хорошо, что есть Тюкалиночка. Далее подробный прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. А сейчас на 12-м канале время. Время телемарафона «Дома лучше» в студии сегодня Наталья Роголева и Владимир Мутовкин. Коллеги, доброе утро. Что вы сегодня приготовили для наших телезрителей? Чего ждать в ближайший час? Доброе утро, Дарья. И все зрители Омска и Омской области, мы рады вас приветствовать. Ждать, как всегда, это хорошего настроения, это веселых забав, это масса интересной информации. Будем всю секунду раскрывать все тайны? Конечно, да. Ну давай, раскрывай. У нас сегодня будут эксперименты, а вообще викторина, ну первой части точно, дальше посмотрим, куда мы уплывем. Будет посвящена, пожалуй, самому знаменитому кораблю все-таки. Мы надеемся дальше уплывем, чем уплыл этот корабль, да. Хотя говорят, что корабли, они не плавают, корабли, они ходят по морю, да. В общем, будем вспоминать сегодня о Титанике, именно в этот день, много-много-много лет назад он отправился в свое путешествие, недолгое, но очень яркое. Словом, если вы любите этот фильм, если вы знаете историю этого события, то у нас будут отличные вопросы за отличные призы. Ну, кроме того, будем... Коллеги, очень много всего интересного, даже самой захотелось присоединиться, посмотреть, но нужно готовить новости. О них расскажем уже в 11 часов.